Всем привет! Сегодня хочу немного поговорить на тему MP3-плееров. Какие здесь, на мой взгляд, есть особенности и сложности. Ну, во-первых, хочу отметить, что для меня MP3-плеер это вещь очень нужная, важная. И сейчас, пока у меня его в рабочем состоянии нет, я себя чувствую немножко неуютно. Ну, пока дома еще более-менее все нормально. Но, тем не менее, если приходится в дороге проводить много времени, в транспорте, тогда без MP3-плеера, в общем, довольно скучно. Ну, на работе то же самое. Во время прогулок плеер тоже вещь полезная, потому что можно не только слушать музыку, также в интернете можно найти огромное количество разных аудиокниг, лекций, передач, которые вы не послушали в прямом эфире, но которые можно послушать в записи. Я обычно так и делала, то есть скачивала их, сохраняла в виде файлов, а потом слушала на плеере в удобное для меня время. Вот. Ну, по 3 плееров у меня было довольно много. И сейчас я вам вкратце расскажу о своих соображениях относительно этого вопроса. Ну, во-первых, если вы решили сделать такую покупку как плеер, и тем более если вы девушка, то я бы советовала вам очень честно ответить на вопрос, что именно вам нужно от плеера, какие функции. То же самое касается покупки сотового телефона, ноутбука, ну, в общем, любого такого предмета современной техники, где очень много функций, возможности приборов очень разнообразны. И вот почему я задаю этот вопрос. Дело в том, что сейчас уже очень давно, уже, наверное, несколько лет как, зачастую наши потребности, они отстают от возможностей техники. И несмотря на то, что вроде кажется это клево, правильно и круто покупать все по последнему слову, только самые новинки, чтобы все функции присутствовали, но на деле потом, на практике оказывается, что далеко не всеми функциями мы пользуемся. Ну вот, например, один из моих MP3 плееров, который прослужил мне дольше всего, это Sony, у него, например, кроме функции проигрывания композиции и радио, есть еще возможность проигрывать видеофайлы. Так вот, я и не пользовалась ни одного раза. То есть я только посмотрела те файлы, которые были на него закачаны еще на производстве, то есть эти, как его, демки, да. Вот, сама никаких видеофайлов я на этом плеере не смотрела. Отчасти, потому что руки-крюки, я никак не могла нужные мне файлы переформатировать, туда залить и пользоваться. Но потом я поняла, в конце концов, что, почему не стала разбираться до конца, что мне эта функция, пожалуй, не нужна, потому что те обстоятельства, при которых я слушаю этот плеер, они не предполагают просмотр фильмов. И к тому же, фильмы занимают место, а место на плеере мне нужно для хранения композиции. Ну, в общем, опытным путем выяснилось, что мне видеофункция совершенно не нужна. И покупали его, собственно говоря, не как видеоплеер, а как обычный MP3. Вот. То же самое с сотовыми телефонами. Вот я, например, в сотовом телефоне использую только несколько базовых функций. Это звонок, адресная книга, отправка СМС. И из дополнительных возможностей для меня очень важны калькулятор, календарь и секундомер. И каждый раз при выборе сотового телефона я понимаю, что если у телефона не будет возможности, например, ходить в интернет, или камера будет с недостаточным количеством пикселей, меня это совершенно никак не затенет. Но если у них будет будильника, или калькулятора, или календаря, а есть такие варианты, к сожалению, то такой телефон мне будет непригоден. Вот. Что касается менюшек в MP3-плеерах, какая из них удобная, какая неудобная, я вас уверяю, какая бы она ни была, любая, даже самая мудреная, и неудобная, и непрактичная, все равно вы к ней привыкнете. Вы вряд ли сможете привыкнуть к другим особенностям, самое главное из которых – это ненадежность плееров. И все-таки, пройдя некоторый путь в знакомстве с этими устройствами, я сделала такой вывод, что это самые главные качества MP3-плеера. Да, разумеется, он должен быть способен воспроизводить композиции, и желательно, чтобы качество звука все-таки не было запредельно низким. Выбор сейчас очень большой. Как именно выбирать MP3-плеер по качеству звучания, это сейчас не является тем и разговором. Вот уже среди тех качеств звучания, которых более-менее вас устраивает, нужно выбирать самый надежный экземпляр. Объясню почему. У меня в самом начале было 4 плеера, которые сменяли друг друга довольно быстро. И сейчас я вам зачитаю их название. X-Play. У меня даже сохранилась в него коробочка. Я ее использую для хранения всякой мелочи. О, батюшки, нашла кисточку от Body Shop. Ха-ха. В общем, такая замечательная коробка. Вот тут она на магнитах. Вот, кстати, кисточка от Body Shop замечательная. Плохо, здорово, как я довольна. Но вот эта коробка, это было самое замечательное, что было внутри плеер X-Play. Качество звучания у него было далеко от приемлемого и желаемого. Но, в принципе, пошло по первому времени. Но он довольно быстро сломался. Но все-таки не так быстро, как плеер iRiver, который пришел ему на смену. У iRiver хорошее звучание, на мой вкус, мне нравится. И сам плеер был очень элегантный. Он был совсем маленький, примерно вот такой. Кнопочки управления располагались у него по краям. Очень была удобная менюшка, очень хороший звук. Но, к сожалению, очень быстро вышел из строя. И когда мы принесли его в магазин, выяснилось, что чинить его бесполезно. Магазин с легкостью вернул деньги, предложил что-то другое. Был плеер Techset. Очень много у меня о нем хорошего воспоминаний. Могу вот о нем что сказать. Что он был и стильный, и удобный в управлении. И папки в нем переключались одна с другой. Везда заканчивалась музыкой в одной папке, он переключался на другую, начинал играть. Телеко не все плееры, к сожалению, вот так вот просто функцию выполняют. Очень много хорошего. Да, можно было в него воткнуть две пары наушников. То есть было два разъема под наушники. Это совершенно замечательно. Если, например, в поездке вы вдвоем, и можно слушать одно и то же одновременно. По-моему, замечательная совершенно функция. Но Techset тоже не относится к надежным плеерам, и тоже довольно быстро сломался. Причем один или два раза его отдавали в мастерскую, где его, что-то с ним делали, его перепрошивали, его перезапускали, не знаю что. Но в итоге он все-таки сломался, и в мастерской сказали больше не приносить это бесполезно. И последний из дурацких плееров это был Мекс с двумя иксами. Мекс-кс. Вот так вот. Вот, но это был рекордсмен просто по неживучести, он сломался очень быстро. Поэтому какой смысл говорить о том, насколько он был плоский, стильный, какой у него был красивый экран, удобный в управлении. Ну, это все абсолютно ерунда. Вот. И самое противное, что если MP3-плеер ненадежный ломается, то он ломается... Ведь даже самое обидное не в том, что быстро ломается, а в том, что ломается неожиданно. И тогда, когда вы на него рассчитываете, и когда он вам нужен, и вас не меньше, чем сам фах поломки, расстраивает время его поломки. То есть, например, вы собрались в какую-то поездку, вам нужно находиться в автобусе, допустим, 2-3 часа, там, отправлять в какой-нибудь Суздаль. Вы закачали на плеера то, что хотели послушать, вы садитесь в автобус, вы его включаете, ба-бах, через 15 минут он неживой. Очень неприятно. Вот. Согласитесь. И поэтому еще и еще раз настаиваю на том, что при выборе MP3-плеера самый главный критерий – это надежность. Выяснить это можно как в интернете, так и у продавца непосредственно. И вопрос здесь будет очень простой. По какому плееру больше всего возвратов, по какому плееру меньше всего возвратов. И напоследок о двух плеерах, которые мне понравились, и что в итоге с ними произошло. Итак, рекордсмен по надежности, плеер, который я рекомендую покупать, это плеер Sony. Вот. Они примерно одинаково выглядят, отличаются они немножко дизайном, объемом внутренней памяти, и, как я уже говорила, набором функций. Но самое главное, что мне нравится в плеере Sony – это то, что он надежный. То есть вот именно этот экземпляр проработал у меня дольше всего, порядка четырех лет. И этим я очень довольна. И сломался он тогда, когда у меня вот в этот вот разъем, вот сюда подсоединяется шнур, другим концом, через USB-компьютер, вот сюда мне попала вода. Вот это была моя вина, и если бы этого не произошло, то этот плеер до сих пор бы у меня работал. Еще раз повторяю, главная надежность. У него очень много проблем. Он не так удобен в управлении, как мне хотелось бы. У него есть дурацкая особенность – папка заканчивается, он не может перейти в следующую, то есть надо просыпаться и вручную же включать что-то другое в другой папке. Есть проблемы с подбором наушников. Не всякие наушники с этим плеером производят хороший звук. Как их найти – это тоже отдельная проблема, потому что вы не можете купить наушники, попробовать их, если вам не понравится, вернуть. В магазине тоже вам не всегда распакуют наушники, чтобы один раз хотя бы воткнуть, один раз оценить звук, то есть у меня там тыка, и свои собственные наушники совершенно к нему не подходят. То есть, ну вот, в моем случае мне подошли наушники КОС, остальные как-то в меньшей степени. Вот. И по поводу самого звучания, я бы не сказала, что там роскошные басы, несколько свистящий звук дает тот плеер, но тем не менее, вот по надежности это пока номер один. И когда я буду покупать следующий плеер, а по всей видимости, это скоро произойдет, скорее всего, это будет Sony. Вот. Насчет починки. Дело в том, что существуют авторизованные центры Sony в Москве. Во-первых, в Москве. Я сейчас нахожусь не в Москве. Во-вторых, сама диагностика стоит порядка, по-моему, 500 рублей или 800 рублей, после чего только скажут, что его вообще в принципе можно починить или нет. Но это в любом случае ерунда, потому что, как мне объяснили, его починка стоит настолько дорого, что проще купить новый. Вот. Так что, скорее всего, я поступлю именно так, куплю новый. И вот еще у меня был такой плеер. Go Geo. 8 гигабайт у него памяти. Philips. Вот. Я его очень тщательно выбирала по интернету, потом общалась с интернет-магазинами, там была целая история. В общем, звук у него был совершенно прекрасный. Но потому что у меня в один момент оказалось два плеера, так почему-то получилось, что предпочтение отдавало этому. Этот у меня лежал, скажем так, запасной. И когда сломался Sony, я достала запасной в надежде им воспользоваться, но оказалось, что он не работает. То есть он показал какие-то признаки жизни, потом он умер. То есть, по всей видимости, с ним произошло то, что происходит с электроникой при хранении. Нет никакой разницы. Вы ей пользуетесь, она просто лежит. Контакты, там какие-то микросхемы и составляющие окисляются одинаково. И вот плеер работает, тут четыре года погиб смертью храбрых, плеер лежал четыре года. То же самое, не работает. Ну, в этот попала вода. Иначе, я думаю, что он бы работал. Вот. Ну, с Филипсом, я думаю, что имеет смысл как-то пообщаться с сервис-центром, потому что мне объяснили, что в любом случае вся услуга стоит около 800 рублей. то есть диагностикой и починкой, если может работать, то будет работать. Но опять же, это в Москве, дойти туда мне пока сложно. Вот что я хотела сказать насчет плееров. Самое главное, выбирайте по надежности, потом по функциональности, то есть подумайте, что вам нужно. Вот мне, например, на самом деле, для плеера нужно две вещи. Надежность и большой объем внутренней памяти, чтобы не заморачиваться с тем, что какие-то очередные композиции уже не помещаются. Ну, а, собственно говоря, внешний вид, удобство кнопок и так далее, и так далее, это все уже далеко вторично. Вот и все. Всем пока!